Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я предлагаю отправиться вместе со мной на остров Валам и город Сартовала. Это будет очень небольшое видео, но все равно кое-какую информацию я хочу с вами поделиться. Где располагается остров Валам? Он располагается на севере Ладожского озера, множество каменных островов, которые объединились в один архипелаг под названием Валамский архипелаг. А почему именно Валам? Потому что на этом архипелаге есть самый большой остров, который называется Валам. И он известен в мире прежде всего как остров святой, на котором расположен древний монастырь, который пережил не одно рождение. Я вам оставлю внизу ссылки на два сайта. Один сайт это будет официальный сайт Валамского монастыря. На нем вы найдете всю информацию и о самом монастыре, и о службах, о монашестве, о послушании. В общем, много-много всего интересного. И второй сайт, он тоже очень полезный. Когда я искала информацию о Валаме, он мне очень помог. Там есть правила, которые вы должны соблюдать в монастыре, потому что все-таки не нужно забывать, монастырь это действующий. И, как вы знаете, в таких местах есть определенные правила. Поэтому он тоже очень помог, много советов я оттуда взяла, и тоже он достаточно интересный. Также там рассказано, как добраться до острова Валам. Монастырь, конечно, меня очень поразил своими красками, величиной. Он действительно очень огромный. И история у него действительно насыщенная и богатая. И мне, конечно, очень понравилось на этом острове. Но я хочу вам посоветовать, если вы хотите действительно впитать эту атмосферу, историю, все рассмотреть подробно, я все-таки советую взять экскурсию, а после экскурсии еще немножко погулять. Потому что, когда у нас была экскурсия, если честно, не хватило времени на все. Я как-то слушала экскурсии, и особо я не снимала. Поэтому и видеоматериала у меня очень мало. Также очень мало у меня фотографий. Конечно, экскурсия была очень насыщенная, по времени большая. И мне все понравилось. Но единственное, мне не хватило времени просто полюбоваться, походить туда, куда я хочу, где-то дольше остановиться, где-то быстрее пройти. Поэтому и видеоматериала у меня, конечно, мало. И после посещения Валаму у нас было, конечно же, очень много времени, чтобы посетить город Сартовала. На мой взгляд, это очень спокойный город, но, несмотря на это, он мне действительно очень понравился. Он мне очень близок по духу. В нем, конечно, разнообразная архитектура, как современная, так и старая. Много архитектуры сохранилось от Финляндии, то есть, когда эта территория была подчинена Финской республике. И самое, что меня здесь поразило, это обилие действительно старых деревянных зданий. Такое, как деревянное здание пожарной части, которое здесь стоит аж с 1888 года и вполне хорошо сохранилось. Но на данный момент оно не работает. И когда гуляешь по Сартовала, действительно, от многих каких-то безликих городов, здесь есть за что зацепиться. То есть, сворачивая на каждую улочку, на какую-то улочку, ты действительно, на твой взгляд, останавливаешься на каком-то объекте. И ты хочешь его рассмотреть, ты хочешь узнать, что это за здание. В общем, очень интересный, милый городок. И в этом милом городке действительно много сохранившихся деталей прошлого. Мне очень понравилось здание Сартовальского мужского лицея. Здание, надо сказать, очень красивое. В общем, город Сартовала и остров Алам оставили в моей душе действительно очень теплые воспоминания. И если будет возможность, я, конечно же, обязательно сюда еще вернусь. Но это все, мои дорогие, на сегодня. Надеюсь, видео вам понравилось. Информацию, которую я вам оставлю, в описании под видео. Надеюсь, вам пригодится, будет полезной. Это было все на сегодня. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»